Строительство жилья, социальных объектов, развитие оленеводства. Эти и другие вопросы вошли в программу развития двух поселений Ненецкого округа – Колгуевского сельсовета и Нельминого носа. Сегодня они были рассмотрены на совещании при первом заместителе губернатора, руководителе аппарата администрации Михаиле Васильеве. В ходе встречи удалось разработать конкретные пути решения глобальных проблем жителей обоих сел. Решить проблемы жителей призвана программа по развитию поселений. Ее составлением занималась специальная рабочая группа, созданная по поручению губернатора Игоря Кошина. Реализация программы разбита на два этапа – 2017-2020 и 2020-2025 годы. На Колгове предлагается полностью сносить ветхое и аварийное жилье и строить новое. Таковым признано 78% муниципального жилфонда. В целях переселения граждан Колгуевского сельсовета из ветхого аварийного, признанного непригодным для проживания высокого уровня взноса, а также ликвидации площадей, которые стоят гражданам и мужчинам в различных условиях, поручить департаменту строительства, строительство по нормам хозяйства, энергетики Танского-Танинского округа во взаимодействии с главой, с администрацией Заполярного района, с администрацией Колгуевского сельсовета, порвать вопрос по сносу ветхого аварийного жилья, подготовке имеющейся территории для организации жилой застройки и строительству в течение последующих трех лет ежегодно не менее 10-4 квартирных домов. Приятная новость для островитян есть уже и на этот год. По словам главы Заполярного района Олега Холодова, сделать первый шаг в решении глобальной для жителей острова Колгуев проблемы с жильем в июле месяце отправится подрядчик строительной компании. Мы включили, планируем построить два дома. Есть подходящие участки, сухие, более не менее сухие, по которым отработали. Есть потенциальный подрядчик, единственное, он еще не принял решение, насколько его возможности хватит построить таких условий. Он планирует где-то в ближайшее время, в июле, туда слетать, посмотреть продолженные участки. И если устроить, начать в этом беду строительство в двух домах. Относительно школы в Бугрино, Департаменту образования, культуры и спорта поручено проверить, в каком состоянии находится металлический каркас нового учреждения, который ждет своего часа уже 4 года, и понять, сколько еще потребуется средств для доведения его до ума и сдачи в эксплуатацию. Также капремонт в ближайшем будущем ждет и баню. Но ключевым из вопросов после жилья, конечно, стоит оленеводство, ведь это основное занятие коренного населения, и оно практически прекратило существование. В конце 2014 года случился массовый падеж оленей. Некогда крупный сельхозкооператив «Колгуев» реорганизован в семейно-родовую общину. Поднять из пепла все поголовье за один год не получится, поэтому предлагается разработать программу по планомерному наращиванию стада. Для оленеводства нужна оленя. Сейчас по данным последним просчетам порядка 380 голов появилось 90 телят в этом году. В упомянутых Салды и Нермы в одном четыре оленеводы, где работают, во втором так же. Поэтому, да, действительно, у «Колгуева» СПК есть база производственная, но это все в таком состоянии уже разграблено. Необходимо в этом году в наследство гранты загружного бюджета на покупку быков издавых 14 единиц, то есть туда будут доставлены в этом году, и, соответственно, уже по реанимации именно оленеводства. Конкретные идеи есть и относительно самозанятости населения, уборки острова и водоснабжения. В Нельмином-Носе относительно «Колгуева» проблем гораздо меньше, но они все тоже важные. Жилье также решено строить. За три года шесть многоквартирных домов, начиная с 2018 года. Намечено строительство убойного пункта и вертолетной площадки. Обозначили и общие для двух муниципальных образований вопросы. Благоустройство, осушение территории, береговое укрепление, школы, сады, пожарная безопасность, а также строительство модульных зданий МФЦ. Все предложения, пока находятся в сыром виде, требуют тщательной проработки всех органов власти с главами муниципальных образований.